Событие, произошедшее ровно 8 лет назад, 7 апреля 2014 года, вошло в историю как день провозглашения Донецкой Народной Республики. В феврале этого года Россия также признала независимость не только Донецкой, но и Луганской Народных Республик. Ульяновцы собрались в сквере на Гончарова, чтобы отметить годовщину провозглашения ДНР и поддержать ее жителей. И выразить свою гражданскую позицию пришли 350 человек – общественники, политические деятели, ветеранские движения и неравнодушные жители области. С ребятами, со своими коллегами пришли поддержать независимые республики ЛНР и ДНР с их образованием, с их волеизлиянием, что народ решил быть вместе с Россией, быть русскими, чтобы русский язык был главным языком в их странах. Поэтому мы здесь и полностью поддерживаем эту дату. Участники митинга не только вспомнили о годовщине, но и выразили поддержку решения о проведении спецоперации на Украине. Конечно, попутно еще раз, вновь поддержать ту операцию, которая происходит у нас на Украине, поддержать наши вооруженные силы, в очередной раз показать, что наш народ, он сплочен, он должен быть сплочен и в единстве нашей силы. Присоединились к акции жители Донбасса. Дарья Пикус прибыла из ДНР вместе с дочкой в наш регион с первой частью вынужденных переселенцев. Для нее Ульяновск буквально стал вторым домом. Конечно, домой хочется вернуться очень сильно, но домой я поеду только, когда уже я буду знать, что там абсолютно тихо, спокойно и мирно. Потому что 8 лет жить в постоянном страхе и не знать, что тебя ожидает дальше, это очень, в общем, беспечно для себя и для ребенка. Жительница Мариуполя Елена Степанова поблагодарила россиян за оказанную помощь. И вам огромное спасибо и поклон от всех нас. Мариуполь, русский город, всегда был, есть и останется. И надеюсь, что этот ужас скоро для них также закончится. Напомним, что Ульяновская область в этом году одна из первых приняла около тысячи вынужденных переселенцев из Донецка и Луганской народных республик. Организации, общественники и жители регионов России объединились и максимально подключились к сбору гуманитарной помощи людям, попавшим в беду. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Даниил Сурков, Улправда ТВ.